Семь дней мы уже седьмой день голодаем, убьем только воду. Состояние здоровья, ну нехорошее, скажем, это правда. Если посмотреть на меня, кто-то скажет, да ему это на пользу только пойдет, похудеть. Правда, это не самый способ хороший худеть, честно скажу. Состояние плохое, давление. И начинают какие-то болячки свои влазить, головокружение, сухость во рту, то есть паскудненькое настроение. Эмоциональное состояние не очень хорошее. Сами понимаете, что все время в этих думах, все время в заперти, вот в этих четырех стенах. Все, у меня это последний метод, просьба большая к правительству была, что, пожалуйста, помогите нам решить. Ну, у вас все рычаги давления есть. В конце концов, государство имеет право на насилие. Ну, пусть они сделают с этим директором, что хотят. Нам просто выплатят средства, потому что за нами стоят люди, которые звонят нам. Наш директор с августа месяца не появлялся на стройке ни разу. Правда, он даже не знает, как выглядят сейчас эти дома. Как практика показывает, как только до Москвы доходит, проблема решается. Вспомним прямую линию, да, где-то на острове Шикатан какой-то рыбовоческий завод, который тоже полгода людям не платил и на состояние рабов задержали людей. В один день решили сразу. Значит, наверное, у нас это получится. По поводу нашего протеста мы его относим конкретно к нашему директору сепстройформата Демину Вячеславу Сергеевичу. Ну и с призывом, чтобы правительство республики как-то посодействовало в этом. Потому что это были федеральные деньги. Они требуют строгой отчетности, строгого контроля. Почему этого не было во время всей стройки, то есть мы этого не знаем. Ну вот, наряду со всеми этими событиями нам и приходится сегодня вот таким жестким методом получать свои заработанные деньги. Было сказано, стройте. Мы не однажды пытались, как бы, свергнуть, так грубо сказать, да, генподрядчика. Уже практически на последних этапах, когда еще какой-то шанс оставался достойно довести эту стройку. Но поскольку эту стройку контролировали и курировали люди из правительства, они нас убеждали, что вы не переживайте, все будет хорошо, с вами рассчитаются, надо доделать. Задача правительством России поставлена, люди должны в определенные сроки зайти в свои дома. Ну вот, поэтому люди понимали и, как бы, всю степень сложности задачи тоже понимали. И шли, строили. Режим чрезвычайной ситуации. Все делалось очень быстро. Все делалось прямо с колес на ходу. Поэтому нас всячески, когда мы только пытались поднять вопрос по тем же договорам, по тем же расценкам, по всему, да, нас всегда уверяли, потому что там на каждой планерке присутствовали представители правительства, все. Нас уверяли, ребята, делайте. Никто никого не кинет, со всеми будет рассчитывать. Нас сейчас надо срочно сделать просто кровь из носа, потому что людей надо заселить. Президент дал срок до 1 сентября. Мы уже опаздываем, а стройку начали позже. Поэтому мы всячески поднимали дух боевой у людей, настрой. Люди работали. Ну вот просто, вот представляете, в 7 утра уже была планерка. Заканчивали в 11, в 12. В свете фар автомобилей, прожекторы оставили, работали ночью. То есть мы вселяли людям уверенность, что они за это получат, что их никто не оставил. Люди работали, люди сделали. А теперь начинается процедура крайне интересная. А теперь, когда мы напоминаем к тому же правительству, что вы же нам обещали, что все будет. Вот теперь надо в суд идти, надо это. А любой судья, ну вы же знаете, запятание там в договоре будет поставлено, его быстро сделают действительно. Не будет нам принято какое-то решение, мы переходим на сухую голодовку. Мы к этому решению пришли не спонтанно. Мы отдаем отчет каждому своему решению, каждому поступку, каждому слову. Мы понимаем, что мы рискуем здоровьем. Мы понимаем, что наши семьи очень переживают. И как-то тоже склоняются к тому, что это очень жесткий метод. Ну и так же как бы осуждают и нашего директора, который с нами не рассчитался. Ну и как бы и правительство, которое не контролировало эту ситуацию. Я своим родным обузой не хочу быть. Я здоровый мужик, да, с руками, с ногами. Сесть, поехать на шире, прекратить голодовку и все прочее. Это для меня не вариант. Я либо здесь останусь, либо решу этот вопрос, понимаете. Ну а потом пусть там ящичек схолотят, отвезут родным, они три дня поплачут и все нормально будет.